Контракт Века полностью изменил ситуацию в Азербайджане, позволил привлечь инвестиции, обеспечив экономическую стабильность и процветающее будущее Азербайджана. Об этом заявил президент Алькам Алиев, выступая на церемонии официального открытия Бакинской энергетической недели. Глава государства напомнил, что соглашение было заключено в 1994 году, всего через три месяца после завершения Первой Карабахской войны. В тот период Азербайджан был не так известен в мире. «Страна находилась на стадии перехода от советской системы к рыночной экономике, оккупированной территории, более миллиона беженцев, кроме того, была гражданская война. Все это не могло привлекать инвесторов. Пришлось приложить большие усилия, чтобы убедить наших партнеров. У нас не было никакой инфраструктуры, даже гражданская инфраструктура была устаревшей. Таких обстоятельств в подписании контракта века в 1994 году было единственным шагом, который мог бы обеспечить успех, последовательное развитие, экономическую независимость и впоследствии и независимость политическую». Президент Эль-Хамалиф отметил, что Южный газовый коридор – это совместное историческое достижение в виде интегрированной трубопроводной системы протяженностью 3500 километров. Глава государства подчеркнул, что коридор является важным инструментом обеспечения энергетической безопасности и диверсификации энергетики. «Я много раз отмечал, что энергетическая безопасность заключается не только в диверсификации маршрутов, но и в диверсификации источников. В нашем случае это также и слаженная работа компаний, стран, международных финансовых институтов». За последние полтора года свыше десяти стран обратились за наращиванием поставок газа из Азербайджана, отметил в своей речи президент Эль-Хамалиф. Уже к концу года Баку сможет поставлять азербайджанский газ Венгрию и Сербию. Ведь энергобезопасность, по словам главы государства, это не только диверсификация направлений поставок, это еще и диверсификация источников. Случай с Баку – это комплексная работа. Сотрудничество осуществляется как между странами, так и между компаниями и финансовыми институтами. «Мы сейчас рассматриваем возможности, и я уверен, что скоро начнем поставлять газ через Болгарию и в соседние страны. И Румыния уже практически является частью формата нашего сотрудничества. Если все пойдет по графику, и строительство всех интерконнекторов будет реализовано своевременно, то до конца года наш газ может достигнуть уже Венгрии и Сербии, что расширит географию наших поставок газа». Одним из примечательных событий 2022 года президент Азербайджана назвал меморандум в Бухаресте. Касалось оно зеленой энергетики. Данное соглашение имеет все основания для того, чтобы стать дальнейшим крупным проектом. За счет него удастся обеспечить транспортировку минимум 4 гигаватт зеленой энергии. Президент Ильхам Алиев подтвердил, что Европейский Союз прав, когда называют Азербайджан общеевропейским поставщиком газа. Продолжение следует...